Друзья, переходим к практическим занятиям. Перед нами орудие труда, будущее орудие труда. Рамки, акационные биорамки делаются из чего угодно. В принципе, в природе есть еще понятие лозоходства, когда из лозы делают рамки, они вращаются, даже будучи не магнитами, вращаются в руках человека. А уж металлические рамки, медные, стволистые проволоки, сам Бог велел делать. Вот, поэтому мы их и делаем. Сейчас самые простейшие в руках нормального средней величины экстрасенсы, они будут работать прекрасно, без извращений, без изменений. Делают рамки, ну, не знаю, может потом найду в компьютере, если найду, покажу вам, спирали видны. Вот, делают рамки, вот такие достаточно изощренные. Если найду, покажу, но, поверьте мне, все это изощрение нужны, мы делаем простейшее и надежное, и очень удобное. Итак, смотрите сюда. Берем обыкновенные электроды. Вот это электрод, так. Вот это электрод. Тут нам выбрало это место не случайно. Кругом бензопилы, везде шум. Нашел я сам в конце участка номер два, у них три. Вот это место, чтобы с вами спокойно пообщаться. Итак, это рамка с... Еще... Ой, будущая рамка. Это сталистая проволока, так. И она покрыта. Покрыта, покрыта. Нам надо ее будет сейчас очистить. Это электрод. Значит, здесь примерно 3 миллиметра. Вот, нету микрометра, но обойдемся без него. Сейчас вам покажу рамку, очищенную заранее. Вот здесь где-то 2 миллиметра. Вот около 2 миллиметров толщина, поняли, да? Очищается она легко и просто. На ваших глазах ее очищает. Пытаюсь еще что-то поснимать между порым и ветром. Итак, готовая рамка. Чехол от шарика в ручке. Вот, вращение легкое. Вот, как ни сжимай ее, она независимая. Кому-то это не нравится. Но это не нравится тому, кто еще не научился ими владеть. Итак, вы должны ходить, чтобы рамки были параллельны. Вот, представьте себе, что в другой руке вторая рамка, и они параллельны. И горизонтально, или почти. Потом научитесь. Если я сейчас вам, так как я сам себе режиссер, помощник конец, я вам покажу сейчас работу с одной рамкой. Для меня разницы нет. Потому что они, так сказать, идентично ведут себя. Ну, не во всех случаях, но, по крайней мере, повторяют друг друга. А там, где это исключение справа, я вам скажу. Ну что, пошли. Вот здесь вот, ровненькое место. Почему? Потому что я это заранее знаю. Я здесь мерил десятки людей. В основном, от тех, кто участвовал в моих семинарах. А сейчас смотрите внимательно. Я сейчас покажу, куда мы... Где у меня первое и самое страшное биополе. Ой, биополе. Где патогенная зона? Внимание! Внимание! Вот. Жалко, оно, наверное, плохо видно. Так, сейчас я наберу скорость. Рамки еще со мной до конца не сдружились. Вот. Ну, пойдем быстрее. Пойдем быстрее. Ой. Рукоятка мешает. Вот так. Вот здесь вот. Она вот так вот идет. Я ее мерил не раз. Пересекает вот эту вот самую тропинку. И вот здесь у меня еще одно дерево было. Вот здесь вот так они себя ведут. Я пытаюсь. Эх, режиссер. Без помощника труда. Ну, еще раз. Давайте, пошли. Пошли. Пошли быстрее. А когда показывают двумя рамками, гораздо эффективнее. На одном диске это есть. Вот здесь вот была полянка. Вот здесь были те самые злосчастные сливы. Несколько десятков, которые погибли. Вот. Еще, может, одну-две фотографии найду. И уж уже остатков того, что было. Так. Вот навстречу идет Андрей. Сейчас я вам... Андрей, остановись на минуточку. Ты не испугаешься, а то некоторые экстрасенсы, которых я замерял в биополе, почему-то странно себя вели и боялись этого, как огня. Значит, смотри. С одной стороны, вот видишь, я сейчас намерил, у тебя метр биополе, радиус диаметра 2 метра. Это стандарт. С одной стороны, у тебя было несколько... Сколько операций было? 20. 20. Так. С другой стороны, это значит, что если ты живой, то биополе должно быть ноль. Почему у тебя целый метр стандарт? Объясняю. Работа в саду. Одна моя главная статья называется «Работа в саду не засчитывается срок жизни». Вот. Это я, надеюсь, сотни тысяч людей это увидят и поймут, как важно работать в саду. Но еще отмечу. У тебя было бы биополе другое. Я не знаю, ведь тебя же за все операции можно использовать как экспонат. То есть взять литовку, помахать и биополе увеличится в 2-3 раза. Почему? Вращательное... Ой, не вращательное... Ну, фактически вращательное движение. Работа с литовкой. Правильно? Правильно?